В Самаре строительство метро не останавливается ни на день, как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннели-проходческие механизированные комплексы, рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомним, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Жду с нетерпением, когда построится наша очередная станция метрополитена, театральная. И, конечно же, это позволит... Вот я сам живу в Кировском районе и добираюсь до работы зачастую больше часа. Конечно же, строительство этой станции позволит запустить наш метрополитен в полном объеме. Во-первых, это плюс еще приличное расстояние прямо до центра города. Во-вторых, это полномасштабная работа. Очень здорово, что строительство идет в опережающем темпе, оно не приостанавливается ни на секунду. И уверен, что, конечно же, эта станция позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в нашем родном городе.